Президент Владимир Путин, как и ожидалось ранее, подписал так называемый антитабачный закон. Итак, жить по новым правилам россияне начнут уже с 1 июня. С этого времени вступают в силу основные положения одного из самых резонансных документов года. Уже через три месяца привычных мест для курения в России практически не останется. Первыми испытают на себе действия закона студенты, пациенты, пассажиры, чиновники, работающие граждане и жители многоквартирных домов. Курить окончательно запретят в школах, вузах, на спортивных и культурных объектах, в больницах, самолетах, городском и пригородном транспорте, в вокзалах и аэропортах, станциях метро, в помещениях соцслужб, зданиях органов власти, на рабочих местах, в лифтах и подъездах, а также на детских площадках и пляжах. Штраф 1500 рублей для обывателей и 90 тысяч для юридических лиц, ответственных за то, что гражданин закурил в неположенном месте. С 1 июня 2014 под запрет попадут и предприятия общественного питания. Бары, рестораны, кафе, ночные клубы. А первыми жертвами ради здоровья нации могут стать кофейни, руководители которых готовятся закрывать или переформатировать свой бизнес. Что скрывать? Большинство посетителей кофеин и ресторанов заняты в курящей зоне. Все работают ради одной цели – зарабатывать деньги. На сегодняшний момент мы делаем все, независимо от того, курящий или не курящий, для того, чтобы в наше заведение ходили не только для того, чтобы посидеть и выпить кофе с сигаретой, но и для того, чтобы мы покушали еду и десерты и какие-то торты. Сто с лишним тысяч рублей, цена за одну лишь дверь с витриной – это и высокотехнологичные комнаты для курения. Плюс дорогая система очистки воздуха, приятный интерьер, набегает приличная сумма, которая оказалась потраченной впустую. Депутаты Госдумы не поверили рестораторам на слово. А разрабатывать регламент для изолированных мест для курения не стали. Просто запретили и все. И, конечно, жалко, что мы такую идею сделали, как в аэропорту, да, за стеклом, вентиляцию, вытяжку хорошую сделали. И как бы это прикроется. Ну, что теперь делать? Ну, переделаем ее на вип-кабинку. Справедливости ради стоит отметить, что новый закон уже смотивировал рестораторов искать новые возможности для того, чтобы отвлечь курильщиков от пагубной привычки. Ноу-хау этого заведения – пластилин. Новая упаковка лежит на каждом столике. Вместо того, чтобы браться за сигарету, посетителям предлагают слепить что-нибудь. Это успокаивает, тренирует мелкую моторику, а главное – действительно отвлекает. Вы знаете, смотришь, в гости приходят, такие уже взрослые тетеньки, взрослые дяденьки. И лепят. Это очень, во-первых, повышает такое настроение. И главное, что они потом возвращаются. И я, говорит, вот тут фигурку слепил, смотри, смотри, какая. Ну, и хвастаются друг перед другом. То есть, ну, очень интересно. Но все же объяснить посетителям ночных заведений, что курить за столиком или у стойки больше нельзя, будет нелегко. Ресторатор Владимир Владимиров уже предвидит проблемы, с которыми предстоит столкнуться его персоналу. И не завидует арт-директорам ночных клубов. Люди идут сознательно, как бы, они выпьют там, допустим, алкоголь какой-то, и после этого алкоголя, естественно, тянет по курить. И я думаю, вот на этой почве, конечно, будут очень серьезные проблемы у рестораторов, у владельцев заведения, потому что весь закон, как бы, ответственность перелагает на их плечи. У нас много законов. Скорость не превышать, там, и всевозможные. А, смотрите, и по встречной едут, и носятся, там, и всевозможные другие ситуации. Когда пиплс на Сурикова еще только строили из бывшего дайнера, руководство нового гриль-бара уже понимало. Закон неминуемо будет принят. Поэтому зону для курения решили уменьшить. Таким образом им удалось избежать лишних трат на дополнительную вытяжку. Да и дышать полной груди здесь теперь приятнее. Обеими руками за, что называется. И как человек, как гражданин, я понимаю, что это очень правильное, это очень уместное и очень, ну, важная законодательная, как бы, вот, ситуация, когда в общественных местах запрещается курить. Но, как и многое законодательное, оно вот такое однобокое. Нет и все, запретите все. Первой страной, в которой ввели запрет на курение в общественных местах, была Ирландия, где пабы вообще часть национальной культуры. По подсчетам экономистов, малый и средний бизнес в Дублине от этого вначале незначительно пострадал, а затем, наоборот, даже выиграл. Ведь принятием нового закона власти познакомили владельцев заведений с новой аудиторией, с семьями, с детьми. У нас, конечно, не Европа, но согласиться с необходимостью жестких мер рестораторы поспешили уже давно. В конце концов, в их заведения ходят кушать, а не курить. Если оперировать статистикой тех государств, где подобный запрет был введен, безусловно, на выручке, выручка каким-то образом скакала. Но, как показывает практика тех же государств, потом все возвращалось назад. И я очень надеюсь, что разум когда-нибудь победит, и люди поймут, что они этим не делают себе лучше, а делают другим хуже. Купить сигареты можно будет только в магазинах или павильонах. При этом продавцы больше не смогут выкладывать сигаретные пачки на видное место, так как стимулирование продажи табачных изделий и их реклама также попадут под запрет. Кроме того, будут увеличены акцизы на табачную продукцию и минимальные розничные цены. Как будет исполняться этот закон? Данный вопрос предлагаю обсудить на сайте afontovo.ru Либо звоните лично мне, телефон прежний 292-63 единицы. Виктор Самусенко, Михаил Ткачук. Афонтово. Новости.